Приветствую! С вами Надежда Кузнецова, преподаватель Института биосенсорной психологии. И сегодня, как и обещала, я подробнее расскажу о пользе практик молчания, о пользе их для общения, для улучшения своей речи, для профессиональной деятельности, в общем, о пользе для всего. Напомню, что речь идёт не о тех практиках молчания, когда человек молчит сутками напролёт. Речь идёт о том, что мы специально увеличиваем количество молчания в своём общении и специально уменьшаем количество речи, то есть мы произносим слова только в определённые моменты и только по определённому разрешению. Подобные практики у нас включены в занятия Института биосенсорной психологии. В частности, я обучаю этим практикам на курсе по развитию мышления и речи. И по сути получается, что мы с помощью практики молчания улучшаем свою речь. И в этом нет никакого парадокса. И теперь мы переходим к первой пользе, которую приносят практики молчания, а именно умение слушать и слышать другого человека. Очень часто люди, когда приходят ко мне на курс, они говорят, «Моя цель в том, чтобы люди стали меня слушать и слышать, потому что этого нет». И тогда я задаю встречный вопрос. «А ты сам умеешь ли слушать и слышать своих собеседников?» И человек задумывается. Потому что если вы постоянно перебиваете людей, с которыми общаетесь, если вы не слышите, о чём они вам говорят, и ваша беседа напоминает поговорку «в огороде Бузина, а в Киеве дядька», то есть человек вам говорит об одном, а вы ему отвечаете о другом, то о каком нормальном общении может идти речь и о каком уважении к вам может идти речь у вашего собеседника. То есть если вы прерываете человека, если вы его не слушаете, то он ощущает, что вы его не уважаете, что то, что он говорит, для вас не важно. И наоборот, если вы приучаете себя молча выслушивать людей, прислушиваться к ним, то вы получаете их уважение. И как бы оборотная ситуация, учась слушать и слышать других людей, вы увеличиваете количество собственного самоуважения. Потому что если у вас постоянная суета в речи, в действиях и в психике, если там постоянный хаос, то за что вам самим себя уважать? А путем практик молчания вы увеличиваете количество внутреннего самоуважения, и вы ощущаете его как очень такое глубинное, приятное, равновесное внутреннее достоинство. Это оно и есть. И дальше следующее. Когда вы учитесь слушать и слышать людей, вы начинаете их понимать. Вы вдруг понимаете, что чувствует человек, с которым вы разговариваете. Что он ощущает, какие у него ощущения в данный момент. Что он думает. То есть вы начинаете улавливать образ его мыслей. Какие у него желания, какие у него побуждения. И вы это ощущаете просто так, во время беседы. Для этого вам становятся не нужны никакие аппараты, никакая техника, никакие тесты и опросники. И это очень важно. И дальше мы уже переходим ко второй пользе, которую принесут вам практики молчания, а именно то, что другие люди начнут вас слушать и слышать. Это достигается путем многих факторов. То есть вы учитесь регулировать свою речь. Вы регулируете звук своего голоса, его тембр, его тональность. Вы учитесь регулировать скорость произнесения слов. Вы учитесь регулировать громкость. Вы учитесь регулировать обращение вашей речи на собеседников. И многое, и многое другое. Например, вы регулируете терминологию, которую вы употребляете. То есть очень тщательно подбираете слова во время разговора. Если обобщить все то, что я сейчас сказала, то получается, что вы учитесь регулировать свое состояние в целом во время беседы. И этим практикам мы обучаем в институте. Но дело в том, что особенно на начальном этапе люди либо говорят, либо отслеживают свое состояние. То есть в тот момент, когда они открывают рот, и начинают говорить, они тут же на первых порах теряют всяческие ощущения и теряют все состояние, которое наработали до этого. Поэтому мы учимся в первую очередь практикам регулирования молча. Вот они, практики молчания. И только потом, постепенно, аккуратно, дозировано мы учимся во время так называемых проговоров говорить так, чтобы наше состояние сохранялось. А только потом мы учимся говорить так, чтобы наша речь это состояние усиливала. Таким образом, вы получаете возможность путем регуляции своего состояния длительное время быть в равновешенном состоянии, быть в активном состоянии, быть в так называемом потоковом состоянии, контролировать свои силы, контролировать беседу и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти практики, эта польза, в первую очередь, это ценно для тех людей, которые в своей профессиональной деятельности много беседуют, много общаются. Педагогам, психологам, тренерам, коучам, менеджерам и так далее, и так далее. Поэтому приглашаю вас на наши курсы. Вы обучаетесь там молчанию, с помощью которого вы будете улучшать свою речь. Ну а также это полезно и ценно любому человеку, потому что каждый хочет, чтобы его слышали и слушали. Ну и очень ценно, если вы будете слушать и слышать и понимать ваших собеседников. На этом сегодня все. Я думаю, что я сделаю еще как минимум одно видео о пользе практик молчания. До новых встреч!